Так случилось, сын мой пил, Андрей, да, старший, у него ребенок, пил, пил, как бы я не замечаю, да, как бы мы цыгане, ну, понемножку там начинал, ну, не в ноль, как бы, да, и концовка у него печень зашлась, и пожелудочно вырезали, и после операции он выпил, как бы еще, и взрыв получился, кровь, как бы, да, и все, но я не ходил в больницу, я думаю, как вышел, увезли, и такой, ну, куда позвонили мне, в 6 часов утра, и жена моя говорит, я понял, что они друзья, никто в 6 утра или 5 где-то было, не позвонит, я понял, все, что-то было, и врач, она только поняла трубочку, понятно, врачи звонили, и она заплакала, зарыдала, я говорю, а где же наш бог, пошли в реанимацию, ну, как бы, мы пошли, позвонили, и выходит, там, ну, самое главное, да, говорит, вот то родители, да, говорит, стал нас успокаивать, как бы, мы все сделали, уж, не знаю, пускай дома умирают, мы все сделали для него, но нету, у нас все анализы, все там, вот, там реально нету человека, я как его увидел, там, там одни мощи, там овощи просто лежал, там страшно было, вообще одни ребра, все там, просто не открыл, но он был уже где-то далеко, как бы, да, и стал молиться. Когда я приняла Иисуса Христа, я поверила Богу, потому что другого-то шанса не было, только Богу довериться надо, и я молилась и верила, в этом твердо стояла, хотя уже мне действительно говорили, что там, мы все сделали, ну, по виде, как мы не опустили в реанимацию, что я посмотрела, это, вот, умирает сын, да, ты ничего не можешь сделать, там никакие миллионы, ничего тебе не поможет, даже если бы у меня были они, да, но по вере моей, что я твердо стояла, и тем более задавала Иисусу вопрос Богу, что спасти моего сына, пожалуйста, и он ответил мне через верующего брата, и я уже потом все доверилась, и что он не сказал, что да, спасет, он сказал, я подниму его, и он со временем это сделал, что мой сын восстановился, и слава Богу, и хочу всем сказать, чтобы вы верили в Бога, в Иисуса Христа, живого Бога нашего, который по милости вашей, и по милости, что вы верите Ему, да, Он спасет, и в любой ситуации вы можете выйти, и вот слава Богу, что мы оставили всю прошлую жизнь, и сейчас мы новое творение в Боге, в Иисусе Христе. И много цыганин у нас собирались, сейчас вот, и я им говорю, то я тоже был кран всю жизнь у нас, такое, как бы считали от Бога, но это не от Бога, то я у нас обостил, нас гнали везде, и любили и ваши, и наши, а мы вас не любили, а мы, и вас, то есть все равно Бог протянул руку таким немощам, потому что сказал Бог, меня гонят и вас гонят, он протянул свою руку, встань, дитя мое, иди за мной, я тебе покажу, и много сейчас людей спасли, благодаря, а мы не пьем, не курим, и у нас все хорошо, я занимаюсь, занимаюсь фермерством, вот так вот, вот так, много-много цыганин, мы ездим много по городам, покаются и бросают, сейчас у нас девчонки все работают, не гадают, все, они подходят, погадайте мне, они говорят, а мы не гадаем, а про Иисуса Христа, вот, а мы погадаем по другому Иисуса Христа, даже денежку прилагать не беру, у нас девчонки, сестры, братья, потому что Бог сказал, вы все на равных, без разницы нации у Бога нету.